Всем привет! Сегодня я вам покажу, как можно очистить память на вашем андроиде, не удаляя абсолютно никаких нужных файлов и папок. При этом вы очистите очень много мусора со своего телефона, который бесполезно, конечно же, занимает вашу память устройства, и от этого телефон начинает глючить и тормозить. Будет полезно посмотреть и тех, у кого мало памяти, на 16 гигабайт, на 32, на 64 гигабайта внутренней памяти, и также тех, у кого и больше памяти, чтобы телефон разгрузился от ненужного хлама, и все приложения, которые у вас установлены, станут работать намного быстрее, быстрее запускаться, сам интерфейс станет лучше работать, быстрее запускать элементарно ваши настройки стандартные. Покажу вам сегодня некоторые скрытые файлы и папки, которые хранятся на телефонах, и стандартная очистка, которая обычно находится в телефонах, она на самом деле их не затрагивает, и они будут храниться до тех пор, пока вы самостоятельно не почистите вашу память. Вот, допустим, нашло 1.87, ну, вроде бы и немало, да? Но если мы нажимаем очистить, вот вы зайдете сюда через 2-3 часа, там уже будет примерно столько же. Потому через стандартную очистку, к сожалению, вы не сможете добиться хороших результатов, да и вообще. Навряд ли вы что-то почистите, потому что вот я только что очистил, но памяти, я уверен, не прибавилось. Поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями. На самом деле, как почистить телефон, есть очень много разных вариантов, есть много разных файлов, папок и так далее. Но если проделывать вот такие очистки, то, понятное дело, не всем удается почистить хорошо память. Бывает такое, что вот эти файлы у кого-то не находятся, хотя память у вас забита, или находится она очень мало, вы там выделяете и всего почистили там несколько мегабайт. Ну, это, скажем, мягко говоря, очень и очень мало. Так вот, сейчас я вам покажу еще один из вариантов, который может быть, когда у вас память реально забита. Его нужно просто навсего вам перепроверить, потому что вы можете потерять очень много памяти, и она у вас будет забита до тех пор, пока вы не зайдете в такие настройки, которые я сейчас покажу. Когда вы пользуетесь вашим телефоном, понятное дело, вы постоянно что-то устанавливаете себе, какие-то приложения, какие-то программы, какие-то утилиты. Вы, допустим, установили приложение или игру, посмотрелись, поигрались, вам она не понравилась, вы берете и удаляете. И так, понятное дело, делает абсолютно каждый, кто пользуется смартфоном. И вот у вас может быть два варианта забитости вашей памяти. Первый, это когда у вас приложение задублировано. Допустим, вы установили себе приложение WhatsApp. Вы не пользуетесь на постоянной основе, но установочный файл также хранится в вашем телефоне в скрытых папках. И получается так, что занимает такое же самое место, как и сам WhatsApp. Еще раз повторюсь, что это только пример насчет WhatsApp. На самом деле, я имею в виду, что это может быть абсолютно любое приложение, которое у вас установлено. Какая-то игра, либо что-то еще. Второй вариант. Вы, допустим, установили какую-то игру или приложение. Вот вам она не понравилась. Вы взяли вот таким образом, выделили и нажали удалить. Вот видите, удалилась. Но установочный остаточный файл остался в вашем телефоне во внутренней памяти. И получается, что вы приложением не пользуетесь, но остаточные файлы вот этого приложения так и остались. И они будут навсегда храниться в вашем устройстве. В общем, сейчас я покажу, куда нужно зайти и что перепроверить. И дальше также покажу скрытые файлы и папки, где их искать, как найти и как удалить. Итак, смотрите. Нам нужно воспользоваться вот такой программкой, называется «Запуск Activity». Обычно выглядит, как белая ракетка на сером фоне. Вы можете скачать ее с Google Play Маркета. Она абсолютно бесплатная. Здесь пишите «Запуск», к примеру, вот «Запуск Activity». И вот она у меня установлена прямо из Google Play Маркета. Много кто не может ее почему-то найти здесь. Потому оставлю ссылочку в описании к этому ролику. Можете бесплатно скачать с моего телеграм-канала, заодно подписаться. Занимает она там меньше мегабайта. Вот я ее открываю прямо с Google Play и идет загрузка всех ваших приложений, которые находятся на вашем телефоне. Вот уже все подгрузилось. Кто скачивает первый раз, то она ничего такого не делает. Просто дает доступы к некоторым скрытым настройкам конкретно вашего телефона. То есть, понятное дело, на каждом телефоне такие настройки скрытые, они разные. Здесь вверху нам нужно нажать на вот такую линзу, это «Поиск». И здесь написать слово «Пакет». Вот таким образом. Нам находят пакеты установки. Вот заходим вот сюда. И смотрите, что у нас здесь. Появился вот такой список. И здесь вверху написано «Не установлено». То есть, это те приложения, которые вы установили себе на телефон и потом их удалили. Но остаточный файл так и остался и он вот хранится в вашем телефоне. Возможно, будут еще такие приложения, где будут написано «Установлено». Это будет означать то, что на вашем телефоне есть такое приложение, но остаточный файл тоже он сохраненный. То есть, как бы задублировано два в одном. То есть, его тоже можно удалять. В общем, все, что вот здесь вы видите, оно никаким образом не навредит и не удалит ни одно из ваших приложений, которые находятся установлены в вашем телефоне. То есть, спокойно можно вот этот весь список брать и удалять. Вот здесь я нажимаю «Выбрать все». Ну, сейчас показывает 1.93. Ну, опять же, это у меня такие файлы нашлись. Какие у вас найдутся, либо найдутся вообще, конечно же, я не могу знать. Это нужно реально только перепроверить. Мало ли у вас здесь реально забит хламом телефон. В общем, я беру вот это и удаляю. Вот. Дальше показываю, как я еще чищу некоторые файлы, которые спрятаны глубоко и не затрагиваются стандартными очистками. Опять же, заходим в Google Play Market и вот здесь пишем слово «Total Command» либо «Total Commander». Находится вот такое приложение, которое тоже абсолютно бесплатное. Это никакая не реклама. Берем, устанавливаем. Это самый обычный файловый менеджер. Просто он работает, скажем так, нормально. Он ищет те файлы, которые нужно искать. Чтобы вы понимали, на ваших телефонах тоже есть файловый менеджер. Вот, допустим, у меня называется «Проводник». Это желтая папка на белом фоне. Вот «Total Commander», который сейчас мы скачали. Это, в принципе, одно и то же, просто там более расширенные функции. А вот здесь они очень и очень сильно ограничены. Так, заходим на наш Total Commander, нажимаем «Открыть». И здесь нужно нажать «Принимаю». Сейчас я вам покажу то, что нужно сделать в первую очередь, потому что во многих возникает куча вопросов при самом первом запуске. Вот я нажал «Принимаю». Теперь заходим в «Троеточие», заходим в «Настройки», перепроверяем, чтобы стояла галочка «Скрытые файлы и папки». Бывает, она не стоит почему-то, но это на некоторых телефонах. Заходим в «Внутренний общий накопитель». Может называться «Внутренняя память», либо как-то так. Здесь «Внимание», там, если хотите получить и так дальше, просто нажимаем «Ок». «Разрешить доступ к управлению всеми файлами». Разрешаем. Возвращаемся стрелочкой назад. Теперь здесь нам нужно найти папку под названием «Андроид». Вот она. Заходим сюда. Первое. Заходим в папку «Медиа». Дальше заходим «Ком.Ватсап». «Ватсап». Здесь нужно удалить две папки под названием «Трэш» и под названием «Бэкапс». «Трэш» — это корзина, в которую сохраняются уже удаленные объекты. К примеру, вы удалили фотографию какую-то, картинку, видео какое-то, но оно не удалилось, а сохранилось конкретно в такую скрытую корзину. «Бэкапс» — это, опять же, остаточные файлы. Это могут быть установочные файлы. И также, если вы делаете какую-то резервную копию. В общем, вот эти две папки можно спокойно удалять. То есть, выделяем и удаляем. Зажимаем, если конкретно мы хотим удалить только одну папку. Высвечивается вот такое меню. Нажимаем «Удалить». Да. Вот эти две папки, они самостоятельно после следующего захода восстановятся. Но они уже будут пустыми, без всяких файлов, которые не нужны. Дальше заходим в «Медиа». Здесь находим «Ватсапс Аудио» и удаляем папочку «Сэнд». Тоже «Удалить». Возвращаемся немножко назад. Заходим в «Ватсапс Имейджис». Точно так же папочку «Сэнд» нужно будет «Удалить». Возвращаемся назад и заходим в «Ватсапс Видео». Здесь тоже папочка «Сэнд». «Удалить». Вот, три папки нужно удалить. Теперь возвращаемся немножко назад на меню, где мы заходили в папку «Андроид». Вот мы зашли там, где у нас показаны разные папки. Находим папку «Андроид». Теперь заходим в папку «Дата». «Мои приложения». Если вам высвечивает доступ запрещен по какой-то причине, просто нажимаете «Повтор». «Повтор». Здесь защита от записи стоит в зависимости от «Андроида». Если выше 11 версии, то будет писаться вот такое. Если ниже, то ничего не напишет. В моем случае я нажимаю просто «Да». Меня перебрасывает вот на такое меню. Здесь я ничего не нажимаю. «Использовать эту папку». Нажимаю вот внизу «Разрешить». Ну, в принципе, и все. Вот здесь опять же заходим в «Мои приложения». И мы попали туда, куда нужно. Здесь нужно нажать на «Поиск». Удалить вот эту звездочку. Вот я удаляю ее. И здесь нужно написать слово «Ютуб». Писать нужно все с маленькой буквы, как вот здесь. Если написала, допустим, какую-то с большой, какую-то с маленькой, нужно изменить на маленькие. И вот видите, здесь у меня пробел. То есть не должно стоять никаких пробелов. Вот я удаляю вот этот пробел. И теперь нажимаю «Поиск». Вот. И теперь нужно дождаться, пока нам найдет хотя бы одну из папок. Почему конкретно «Ютуб»? Потому что вы смотрите даже сейчас видеоролик на «Ютубе». И сохраняется потоковая информация конкретно ролика, который вы не досмотрели. А в течение дня вы можете просматривать реально там и 100, и 200, и 300 роликов. И вот каждый файлик вот этот занимает по 5 мегабайт как минимум. Это сделано для того, чтобы когда вы возвратитесь к предыдущему ролику, который вы не досмотрели, то он будет начинаться с той минуты, на которой вы закончили смотреть. Но задайте себе вопрос. Будете ли вы возвращаться к каждому ролику, который вы смотрели на протяжении дня, повторно, чтобы его досмотреть? Да, некоторые видео интересные. И, допустим, я бы хотел досмотреть какой-то видеоролик. Но из 300 роликов, которые я просмотрел за день, ну, возможно, найдутся таких 1, 2 или 3. А может, я вообще ничего не буду пересматривать. Вот, кстати, мы дождались, пока разговаривали, нам нашло 1 папку. Вот когда нам находит 1 папку, вот видите, com, google, android, youtube, мы уже можем на этом этапе нажимать отмена. Вот я нажимаю отмена, вот эта папочка. Кстати, вы видели, что вот здесь, с левой стороны отображалась как папка в виде папки, а когда я зашел, то уже значок ютуба. Заходим вот сюда, в общем. Здесь, в принципе, все очень просто. Я уже не буду заходить, показывать вот эти все файлы папки. Там их реально может быть очень много. Там папка в папке и так далее. Кэш, это понятное дело, что кэшированные данные, которые временно хранятся в телефоне, их можно спокойно, без угрызения совести удалять. Просто берем, выделяем вот эту папку и полностью удаляем. Вот, удалили. А что касается файлов, то вот, если вы зайдете на следующую папочку, здесь написано офлайн. То есть, что это означает? Это то, что закачались вот эти ссылочки, вот эти кусочки файлов в вашу память устройства. Ну и они там будут храниться до тех пор, пока вы их самостоятельно не удалите. И, кстати, мы делали очистку через стандартное приложение. Так вот, она вот эти файлы не затрагивает. В общем, берем просто вот эту папку и удаляем. Удалить. Она самостоятельно восстановится, ничего страшного не будет. Просто она дальше будет накапливать уже с нуля, скажем так. Но при этом сейчас вы почистили хорошо телефон. Конечно же, это не все методы очистки. Есть еще куча других приложений и куча других файлов, которые нужно удалить, нужно почистить. Можете посмотреть у меня на канале, есть и другие варианты. Какой-то из них 100% вам подойдет. Поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями.